Всем привет ребята! Как я вам и говорил ранее, телефон China Mobile A3s стал довольно таки популярным и люди на него уже сделали TWRP Recovery и начали переводить прошивки. Вас не устраивает текущая прошивка, возможно продавец из Китая вам пришлал без Google сервисов либо что-то там не очень хорошо работает. Что нужно сделать? По аналогии с теми же телефонами Xiaomi и другими нужно установить TWRP Recovery сначала для манипуляций с телефоном. Загрузчик здесь не заблокирован как на всех новых телефонах Xiaomi поэтому с этим будет попроще. Варианта прошить два. Качайте необходимые файлы, QPST если вы захотите TWRP архив, распаковать TWRP архив и саму прошивку распаковывать не нужно. Куда-нибудь на диске C, D, E, F, какие-то папки без русских языков распаковывайте это все и QPST вам необходимо установить. Установили вы его, вот этот файлик запустили, все установилось, драйвера установилось, все. Что теперь? Существует два метода, два способа поставить TWRP Recovery. Первый это с помощью QFIL QPST. Установили вы его. Здесь выбрать FlatBuild. Здесь задать адреса в нашей папке. Выбрать папка наша, где все распаковано с TWRP. Выбрать этот файл. 89.17.ddr.mbn. Выбрали его. Lodex.ml. Добавить reu.program. Вот этот файлик. Патч 0. Все подтвердить. Вот так вот у вас все должно быть. FlatBuild. Здесь путь DDR-MBN. И здесь RAW-program. Все есть. Что делать после этого? Драйвера у вас должны стоять. Если не определяется телефон, то поставить драйвера. После этого телефон нужно загнать в EDL-режим. Как это сделать? Зажимаем обе кнопки громкости, плюс и минус, вверх и вниз. Питание не трогаем. И подкидываем сюда телефон. Все. Он завибрировал. Есть. Убедиться в том, что у вас установлены драйвера и все хорошо, можно вот так вот высветиться. Квалкам USB QD Loader 9008. Компорт. Здесь не имеет значения, какой у вас будет, такой будет. Все хорошо. Нажимаем Download. Все. Вы получили TVRP Recovery. После этого программу можно закрывать. Также второй метод. Для любителей Xiaomi, у кого есть Xiaomi, либо не хочется пользоваться QFIL, существует другой путь. Скачать программу Mi Flash, Xiaomi Flash. Если ее нету, то установить ее. Если она уже есть, то ничего не делать. Здесь выбрать путь к папочке, к нашей TVRP Recovery. Телефон все так же загнать в режим EDL. Он у меня уже загнан. Громкость вверх, громкость вниз. И подкидывать к компьютеру. Здесь нажимаем Refresh. Все тот же COM10, как и там определилось устройство. Внизу, если у вас вот такая вот версия, желательно выбирайте Clean All. Потому что Clean All and Lock, по идее, здесь загрузчик не залочится, как на Xiaomi. Но лучше не проверять. Можно получить дополнительную головную боль и утерю времени своего. Clean All просто обязательно здесь проверьте. Ставим. Все определилось. Нажимаем Flash. Та же прошивка, только другой программой. Все. Хоть таким способом, хоть таким. Выбирайте, какой для вас легче. Телефон прошился, но он все еще находится в EDL режиме. Что делать дальше? Нам нужно попасть в Recovery. Зажимаем громкость вверх. И долго держим питание до вибраций, до включения телефона. Ну, наверное, секунд до 10, мне кажется. Может и больше. Все получилось. Загрузился. Здесь выбираем Recovery. Нас интересует. Все. Мы получили с вами ТВРП Recovery. Вот оно загружается. Спасибо большое людям с форума FOPDA 4PDA за то, что они готовят нам с вами Recovery, переводят прошивки. Recovery может загружаться довольно-таки долго, наверное, до минуты. На каждом телефоне по-разному. Ну, ничего вам не остается, кроме как ждать. Может выдать у вас вот такой вот. Введите пароль, либо еще что-то. Нажимаете Cancel. Разрешите модификацию. Здесь выдало, здесь не выдало. Далее переходим в Vibe. Ну, язык я не вижу смысла менять на русский, либо на какой-то другой. Клацайте на английском, оно вам больше не пригодится. Форма Data выбираем. Вводим здесь в поле Yes. Подтверждаем. Есть. Заходим назад. 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 Advanced Vibe. И здесь можно выбрать все, кроме двух последних пунктов. Готово. После этого обязательно, чтобы изменения вступили в силу, назад двигаемся. Назад. Reboot. В Recovery. Перезагрузка в Recovery. Все, сейчас мы с вами перезагрузимся в Recovery. После этого подключаем телефон к компьютеру. Компьютер его прекрасно определит. И забрашиваем нашу прошивку, любую, в формате zip, на телефон. Скопировали zip архив с прошивкой. Заходим install. Вот он. Нажимаем на него. Swipe. И все. Ожидаем, пока прошивка зальется в телефон. Прошивка завершена. Вайп Delvick Cache делайте. Готово. После этого, желательно, чтобы не забыть потом, подкинуть телефон опять к компьютеру и удалить нашу прошивку, которую мы только что туда забросили. Чтобы лишнее полтора гигабайта места не занималось. И тут нажимаем Reboot System. Тут устанавливать ничего не надо. Все. После этого класть телефон на стол и ожидать, пока прошивка установится. Все. Спустя какое-то время прошивка установилась. Таким образом, вы сможете установить ТВРП Рекавери и, соответственно, любую прошивку на телефон China Mobile от Reyes. Если используете CDMA, в частности Intertelecom, надо повторить процедуру его обнаружения. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Все. Телефон настроен с новой прошивкой и готов к работе. Но какая у вас карточка, там CDMA, или 3G, или 4G, это уже зависит от ваших потребностей региона, где вы живете. Все. Спасибо, ребят. Надеюсь, я вам помог. До встречи.